Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачёва и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречаем новый день вместе, и сегодня в нашем выпуске вы увидите. Капитальный ремонт. Глава округа Андрей Иванов проверил соблюдение графика проведения работ в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы. Пополнение бюджета. В окружной администрации прошло заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности. Основы кибербезопасности. Жителям Одинцовского округа рассказали, как сохранить свои деньги и не попасть на уловки мошенников. Семейные ценности. В главном храме вооруженных сил в парке «Патриот» открылась выставка, посвященная царской семье. Всероссийская акция. Мастер-классы и тематический концерт провели в Первой Одинцовской библиотеке в рамках «Библионочи». 800 лет назад, 31 мая 1223 года, на реке Калки произошла битва между монголами и русско-половецкими полками. В результате ожесточенного сражения наше войско было разбито, а оставшиеся в живых отступили за Калку. Потери были велики, из русских воинов домой вернулись только десятая часть. Впоследствии это привело к установившейся зависимости русских земель от Орды. Что еще произошло в этот день в истории, расскажем далее. Точность, вежливость королей. А в Лондоне эта фраза имеет буквальный смысл. 31 мая 1859 года запущены в работу легендарные часы на башне Биг Бен. По замыслу часы должны были стать самыми большими и точными в мире, а звон слышен по всей столице. Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, каждый в диаметре по 7 метров. В основании циферблатов латинская надпись «Боже храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни «Хвала Господу». Часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из медного листа. 31 мая день рождения велоспорта. В этот день в 1868 году на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу организовали первую велогонку на 2 километра. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Соревнования настолько понравились участникам, что уже в следующем году провели первые международные шоссейные велогонки «Париж-Руан» на 120 километров, в которых финишировал опять же Джеймс Мур. 31 мая всемирный день без табака. Праздник был учрежден по инициативе ВОЗ в 1987 году с целью защиты поколений от разрушительных последствий курения, а также от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. Также сегодня отмечают Международный день блондинок и День российской адвокатуры. 31 мая родился советский писатель Константин Паустовский, автор произведения «Повесть о жизни», благодаря которому он приобрел мировую славу. Русский язык Паустовский ценил прежде всего как священный ларец, в котором скрыт многовековой опыт и мудрость народа. В числе сегодняшних именинников также русский живописец Михаил Нестеров и советский актер театра и кино Георгий Бурков. В хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы продолжают ремонт. После его завершения это будет одно из самых современных медицинских отделений в Московской области. Глава округа Андрей Иванов на месте проверил соблюдение графика проведения работ. Рассказывает Елена Краева. В Одинцовской областной больнице продолжается капитальный ремонт хирургического отделения. Глава округа Андрей Иванов встретился с подрядчиком, проверил ход работ, планы и соблюдение сроков. То есть у вас сейчас, ну понятно, какой-то демонтаж, и у вас мебель и оборудование, потом обследование полноценное. Ну, оно запараллелится, да. Оно запараллелится, обследование с демонтажом, да. И потом сразу они будут выдавать какие-то конструктивные решения уже на объект. И мы выходим на конструктив. Усиление проемов, перекрытий, усиление по адвент шахты. Вот эти все работы. И пока строители делают эту часть работы, проектировщики, соответственно, уже работают дальше. Ремонт Одинцовской хирургии стал пилотным проектом Московской области. Последний раз корпус обновляли в 2006 году. Сегодняшние работы больше напоминают реконструкцию. Также в отделении появится новое современное оборудование. После завершения работы у нас будет совершенно новый обновленный хирургический корпус. Это будут комфортные палаты. В каждой палате будет находиться санитарный узел. У нас появится МРТ в этом корпусе, чего тоже не было никогда. Соответственно, мы отремонтируем само помещение КТ. Рядом будет находиться аппарат МРТ. То есть тем самым, можно сказать, что в этом корпусе находится вся диагностика, в том числе тяжелая диагностика. Не нужно будет пациентов выводить, скажем, с соседней корпуса. Изменения коснутся не только внутреннего наполнения, но и внешнего вида здания. Достроят приемное отделение, модернизируют палаты. Они станут четырехместными. Изменят логистику внутри здания, чтобы разделить потоки пациентов на плановую госпитализацию и экстренную. Это отделение плановой госпитализации с удобной зоной ожидания, с регистратурой. У нас здесь будут стоять счетчики. То есть мы будем считать время нахождения пациента у нас в отделении, чтобы было максимально быстро, максимально комфортно. И после этого пациент уже на лифте. У нас будут все лифты тоже поменены. Мы поднимаемся к себе на этаж, на госпитализацию. В планах расширить реанимационное отделение. В том числе здесь будут оказывать не только плановую, но и экстренную помощь для пациентов сосудистого центра. Триаж-система – это не новое направление. Это система сортировки пациентов на зависимости от тяжести состояния, на тяжелых, средних тяжестях и легкой степени тяжести. Это все направлено на то, чтобы оказывать помощь максимально быстро, максимально короткие сроки и максимально эффективно. Предварительный ремонт планируют завершить в первом квартале 2025 года. Для этого на объекте задействуют от 150 до 200 рабочих. По мере приближения отделочных работ подрядчик нарастит силы до 300 человек. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Очередное заседание Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности состоялось в окружной администрации. На этот раз разобраться в причинах неуплаты пригласили 13 должников. Подробности у Екатерины Крамор. Компания Ильи Ефимова, которая занимается оказанием транспортных услуг в округе, задолжала в бюджет около 5 миллионов. Одной из причин крупной задолженности является то, что в декабре прошлого года приобрели технику, которая не пошла в оборот. Я не смог ее запустить в работу. Из-за этого у меня образовался кассовый разрыв. Техника арендная, то есть она находится в лизинге. В настоящее время техника вся находится в работе. До окончания квартала указанная задолженность в полном объеме будет нами погашена. На заседание Межведомственной комиссии по погашению налоговых задолженностей в этот раз пришли 13 представителей из разных организаций. Они постарались объяснить, по какой причине возникли долги. Комиссия отработала сегодня плодотворно. Есть о чем похвастаться, что собрали большое количество налогов в бюджет нашим предприятиям и учреждениям Одинцовского городского округа. Конечно, есть и нерадивые должники, которые почему-то не хотят, так как положено, платить по налоговому кодексу бюджет Одинцовского городского округа. Убеждаем, разъясняем, уговариваем. Всяко бывает, но результат сейчас есть положительный. Работа с налогоплательщиками в округе проводится регулярно. Выслушивают всех и каждому стараются дать возможность исправиться, чтобы не довести дело до передачи судебным приставам. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В 60 парках Подмосковья 27 мая прошел праздник нетипичной парки. Его посетили более 20 тысяч человек. Для них выступили музыкальные коллективы под открытым небом, подготовили квесты, викторины и показательные выступления любителей экстремальных видов спорта. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С начала года в Подмосковье аннулировали примерно 4 тысячи разрешений такси, которые оформлялись через фирмы-посредники. Документ оформляется бесплатно на региональном портале госуслуг сроком на 5 лет. Предприниматели, у которых транспортные средства находятся в их собственности, могут получить разрешение по упрощенной схеме всего за один день. Также можно обратиться за помощью при оформлении документов и отправке заявления в ближайший офис МФЦ или воспользоваться услугами специалистов в центрах «Мой бизнес». Проверить разрешение можно по QR-коду, размещенному в салоне такси или на сайте Минтранса Подмосковья. Более 300 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформлено в Подмосковье онлайн. Жители региона могут получить электронный рецепт через телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники. Электронный рецепт оформит лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке, чтобы получить препарат. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети Мособлмедсервис. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. С мая по август в парках 10 городских округов Подмосковья пройдет специальный областной проект «Театр кукол в парке». Для гостей подготовили детские спектакли Московского областного государственного театра «Кукол». Между показами юные зрители смогут ближе познакомиться с артистами и узнать о жизни кукол в театре и за кулисами. Одна из важнейших задач проекта – воспитание нового поколения театральных зрителей. Мошенники придумывают все новые схемы обмана доверчивых граждан. Представляются родственниками, сотрудниками социальных служб, правоохранительных структур в попытке получить деньги или доступ к кредитным картам. Запускают рассылки с подставными розыгрышами и опросами. Поруют аккаунты в социальных сетях. О том, как обезопасить себя, сохранить свои деньги и не попасться на уловки преступников, жителям Одинцовского округа рассказали на семинаре по кибербезопасности. В числе приглашенных была и наша съемочная группа. Киберпреступники продолжают обманывать потребителей, играть на доверие граждан и бизнесменов, придумывая новые схемы мошенничества. В последние годы объем таких правонарушений и утечек персональных данных достиг своего максимума. Но и российские банки увеличивают меры противодействия злоумышленникам, проводя лекции по безопасности для населения. Один из таких обучающих семинаров прошел в Одинцове. Сегодня мы рассказали о самых основных схемах мошенничества, о той динамике, потому что на текущий момент киберогроза реально растет изо дня в день. И задача рассказать о том, какими схемами пользуются преступники, что необходимо делать, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы наши клиенты и их денежные средства были в безопасности. На встрече представили несколько видеофильмов о самых распространенных мошеннических схемах и порядке действия граждан в случае таких атак. Также спикеры ответили на вопросы из зала и наглядно показали, как пользоваться защитными приложениями и программами. У меня не высвечиваются номера телефонов, потому что вы не подтверждали. Послушать лекцию о кибербезопасности мог любой желающий. Особенно это актуально для людей старшего возраста. Также на встрече присутствовали и сотрудники правоохранительных органов, которые в тесной связи с банками работают над предотвращением мошеннических действий. Со стороны сотрудников ВД проходит колоссальная работа по работе с населением о предотвращении электронного мошенничества. Проводятся всякие различные лекции, вручаются листовки. Проводятся работы с пожилыми людьми, потому что в основном пожилые граждане являются объектом мошенников. Но безопасность в интернете не имеет возрастных ограничений, и каждый может стать жертвой мошенников. Чтобы защитить себя от киберпреступников, необходимо регулярно повышать свои знания и применять их на практике. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Самокатные школы заработают на 17 площадках московских сезонов уже 2 июня. Посетить скейт-парки смогут все любители самокатов. Тренерский состав станет курировать участников всех уровней и всех возрастов. О других новостях столицы смотрим далее. Электросуда «Синички» начали тестировать на Москве реке. Сейчас речные трамвайчики проходят проверку перед запуском первого пассажирского маршрута. Специалисты протестируют все системы безопасности этого транспорта. Маршрут, на который выйдут электросуда, пройдет от причала Парк Фили до причала Киевский. В Москве речные электротрамваи будут работать вне зависимости от сезона и станут альтернативой метро и наземному транспорту. Летний сезон проекта «Спортивные выходные» начнется 3 июня. Потренироваться на свежем воздухе можно будет в популярных и необычных местах столицы. В этом году для любителей спорта подготовили 26 площадок. Тренировки можно выбрать на сайте и в центрах госуслуг. Специалисты офисов «Мои документы» помогут записаться на занятия и подробно расскажут о проекте. В столице начинается серийный выпуск умных браслетов «Цифровой аватар», которые будут применять для дистанционного контроля здоровья. Браслеты от отечественного производителя фиксируют ЭКГ, пульс, температуру тела, давление и прочее. Устройства будут работать в рамках единой платформы и полученные данные направлять в систему. Ежемесячно планируют изготавливать до 2000 изделий. Первые поставки запланированы на третий квартал этого года. Оставайтесь с нами и далее в программе вы увидите. Семейные ценности. В главном храме вооруженных сил в парке «Патриот» открылась выставка, посвященная царской семье. Всероссийская акция. Мастер-классы и тематический концерт провели в первой Одинцовской библиотеке в рамках «Библионочи». Про людей. Мужчина, который спас девушку на железной дороге в Больших Веземах, рассказал свою историю нашему телеканалу. В главном храме вооруженных сил в парке «Патриот» открылась выставка, посвященная царской семье. Проект запланирован в рамках попротивства двух городов – Звениграда и Могилева. Здесь же прошел молебен у мирточивой иконы Николаю II. Репортаж Полины Баховой. Царская семья. Восхождение. Выставочный проект, посвященный семье и царствованию последнего русского императора, открыли под куполом главного храма вооруженных сил России. История экспозиции началась еще год назад, когда отдел по туризму администрации Одинцовского округа стал тесно сотрудничать по этому направлению с городом Могилевым. А так как мы являемся побратимыми городами, то в рамках как раз развития побратимских связей между городами захотелось сделать действительно хорошее мероприятие, которое бы послужило и в образовательных целях, и культурно-нравственное воспитание, и, наверное, в первую очередь, то, что сейчас у нас как раз все наши царские дни, поэтому захотелось как раз, чтобы такая прекрасная выставка приехала к нам в Одинцовский округ. Звенигород и Могилев тесно связаны между собой судьбой царской семьи. Фотографии, копии документов, картин, записки из дневников и другие экспонаты рассказывают о жизни Николая Второго, его семье, политической деятельности, революции и страшных минутах последних дней. Выставка рассказывает о служении императора как государя и о духовном пути. В общем-то, этот путь сегодня называется уже «Житие». То есть это путь в Царство Небесное. Еще выставка имеет второе название – «Ценосная семья – путь любви». В общем-то, путь любви и восхождение в христианском понимании – это и есть достижение Царства Божьего. Более десяти лет по крупицам собирались экспонаты выставки. Она не перестает пополняться и сейчас. Ценности предоставляют музеи и частные коллекционеры России и Белоруссии. Открытие выставки сопровождалось еще одним не менее значимым событием. В стены храма буквально на один день была привезена мироточивая икона святого царя-мученика и страстотерпца Николая II. Она мироточит с 1998 года. 25-й год, 7 ноября она начала мироточить. И вот 7 ноября будет 25 лет сначала чудотворения и мироточения этой иконы. Другая Могилевская святыня – мироточивая икона царской семьи – будет находиться в храме несколько недель. А уникальная выставка открыта для посетителей в течение двух месяцев. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Всероссийская акция «Библионочь» прошла в первой Одинцовской библиотеке. Несмотря на название, действие стало разворачиваться уже днем. Костюмированное шоу, волшебные предсказания, мастер-классы для детей и взрослых. И, конечно, много интересной литературы. Самые таинственные, мистические, книжные, но веселые секреты раскрыли сотрудники первой Одинцовской библиотеки для своих гостей. Однако сегодня их не узнать. В рамках Всероссийской акции «Библионочь» они превратились в сказочных персонажей. Сегодня, в День библиотек, в наш профессиональный праздник проходит Всероссийская акция «Библионочь-2023». И название нашей программы – «Тайны книжных полок». Именно поэтому встречают гостей такие героини, как книжные феечки. По всей стране библиотеки, книжные магазины, литературные и культурные центры уже в 12-й раз представили развлекательные и научные программы. Читатели из Одинцова насладились тематическим концертом, занимательными интерактивами, таинственным аудиосеансом и мастер-классами на любой вкус. Мы разрисовываем палочки, приклеиваем на картонку, обрезаем, чтобы был как у карандаша, рисуем как будто здесь грифель, ну и делаем как карандаш. Юные читатели смастерили закладки для книг. Прекрасная половина научилась делать броши из органзы. А необычный навык написания гусиным пером пришелся по вкусу и оказался не так-то прост даже для взрослых. Вот кляксы, вот узоры, О, Ре. Ну и как вам? Трудно. Вообще. Почему? Как же раньше писали? Вот именно, как писали, не знают. Прямо две буквы, клякса, чернил нету. С каждым годом «Библия ночи» объединяет все больше любителей чтения. По всей стране прошли встречи с писателями, литературные дискуссии, спектакли. Сотни площадок работали практически до утра. И, как правило, большинство участников после акции возвращаются в стены библиотек днем в качестве обычных читателей. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Новосибирске по случаю 130-летия города пройдет фестиваль духовых оркестров из разных городов. Петербурга, Казани, Хабаровска, Луганска и других. Они исполнят мировые хиты оркестровой музыки, а также попури на тему песен о Новосибирске. О других новостях России смотрите в нашей следующей рубрике. В музей Оренбурга передадут копию личного дела Юрия Гагарина. Оно было рассекречено в декабре 2022 года. Передача состоится в Доме музея имени первого космонавта. В Иркутской области нашли истощенного медвежонка. В лесу на него наткнулась собака Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогалерее и тесно общалась с разными животными. Он был настолько истощен, что поначалу его приняли за енота. По оценке специалистов, малышу около трех месяцев. Он потерял мать неделю назад и не мог себя прокормить. Весит он 3,5 килограмма при норме в 15. Теперь медвежонка будут выхаживать сотрудники зоогалереи. Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание некоторых видов цветов на даче. Речь идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Таких как шалфей предсказателей, мак, конопля и другие. Полный перечень указан в постановлении правительства России. Нерадивым садоводам грозит административный штраф, либо арест на 15 суток, или даже уголовная ответственность в зависимости от объема посадок. Многие слышали историю о чудесном спасении девушки в больших веземах прямо из-под колес мчащегося поезда. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте, слушая в наушниках громкую музыку. Если бы не реакция и смелость дежурного станции Михаила Ерховца, трагедия была бы неминуема. Но мужчина героем себя не считает, а свой поступок называет обычным рабочим моментом. В больших веземах любовь к музыке чуть не стоила девушке жизни. Молодая особа, пренебрегая техникой безопасности и инстинктом самосохранения, в наушниках переходила через железнодорожный переезд. Трагедии было бы не избежать, если бы не дежуривший в тот день машинист тепловоза Михаил Ерховец. Он схватил и буквально в последнюю секунду оттолкнул меломанку от мчащегося состава. Идет тепловоз с вагонами. Шесть или семь вагонов было. Пошел посмотреть пешеходный переход. Из-за домика выхожу. Здесь эта девушка идет в наушниках. Смотрю, она просто даже постоянно смотрит. Она меня даже не видела. Тепловоз гудел. И ногу уже поставила на рельсу. Все произошло мгновенно. Подумать, взвесить решение или испугаться Михаил просто не успел. Инстинктивно сделал то, что должен был. Но реакция девушки на спасение его немало удивила. Тепловоз прошел с вагонами. Она наушники вставила. Она на меня посмотрела. Спасибо. Пошла дальше. Я просто в шоке был. Михаил Ерховец на интервью согласился неохотно. Он человек скромный. Героем себя не считает. И уверен, что на его месте так поступить должен был каждый. Машинист живет с семьей в Больших Веземах уже 20 лет. В поселке его все знают и любят. Он всегда принимает участие во всех субботниках, которые здесь у нас проводились. Он также участвовал в посадке деревьев во дворе нашего дома. 22 корпус 2. Вот его все очень по-доброму так ласко называют. Просто дядя Миша. Он действительно очень потрясающий человек с большим добрым сердцем. Ему просто нет равных. Достать котенка из шахты, заменить лампочки в учреждении Михаил откликается на любую просьбу и всегда готов прийти на помощь. Но подобный экстремальный случай на работе у него произошел впервые. Пути, на которых трудится машинист, не общего пользования. Поезда здесь проезжают редко, поэтому многие пешеходы ошибочно считают, что по сторонам можно не смотреть. Однако железнодорожная инфраструктура является объектом повышенной опасности, на котором в любой момент невнимательность может стоить жизни. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» установил новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите Земли. Их количество составило 17 человек. Корабль стартовал во вторник 30 мая в 4.31 по московскому времени и направился к орбитальной станции «Тяньгун». Далее рубрика «Новости мира». Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева проведет два концерта у Великой Китайской стены. Вместе с ними выступят и китайские коллеги. Мероприятие состоится в рамках укрепления культурно-гуманитарных связей между Россией и Китаем. В Финляндии пограничник встретил медведя и притворился мертвым. В городке Кухма на границе с Россией сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках и не заметил зверя, который неожиданно вышел из канавы. Дозорный лег на землю и притворился мертвым. Косолапый его обнюхал и ушел. В результате мужчина травм не получил, но отделался нелегким испугом. Позже выяснили, что на месте происшествия были сразу два медведя. В Венеции произошел загадочный случай. Воды Гранд-канала самого известного туристического маршрута столкнулись с загадочным явлением. Внезапно цвет воды стал яркого кислотно-зеленого оттенка. Одна из первых версий случившегося – это вмешательство экологических активистов. Другая версия – в воду мог попасть флуоресциин. Это специальное нетоксичное вещество широко используется для контроля за возможными утечками. Оно светится при воздействии определенных условий. И именно это свойство придает водам канала насыщенный зеленый цвет. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно-небольшой дождь. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Ночью около плюс 9. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, а геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот или по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Наша программа заканчивается, но день только начинается. Проведите его с улыбкой и хорошим настроением. С вами были Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин